Там мы для домашнего использования от 7 до 150 кВт зарядной станции, наше зеленодольское предприятие. Здесь не боятся нового и открытых к инновациям. Это доказывает и оборудование, и ассортимент продукции. Татарстана – узбекистанский технопарк «Джизак» – место, где будут работать компании из зарубежных стран. Мы изводим строчепленку для упаковки. А сырье откуда? Сырье мы покупаем в Сибурске. Аграрный город «Джизак» шаг за шагом становится промышленным центром Узбекистана. Здесь машиностроение, развиваются текстильная, пищевая, строительная, химическая промышленность, IT-технологии. В марте прошлого года в Ташкентской области открыли химико-индустриальный технопарк «Черчик» – общий проект Татарстана и Узбекистана. Уже сегодня новый объект – технопарк в «Джизаке». Благодаря нашим узбекским партнерам здесь созданы самые приятные условия для развития татарстанского и российского бизнеса. Уверен, компания, которая приняла решение о развлечении технопарк «Джизак», ждет успех. Хочу поздравить всех нас с сегодняшним знаменательным событием. Здесь разместятся не менее 36 компаний-резидентов, будет создано 1100 рабочих мест, инвестиции – 60 миллионов долларов. Уверен, существует и второй парк, который сегодня представил свой потенциал. Мы увидим через год хорошие результаты в виде рабочих мест, инвестиций. Решение о строительстве нового технопарка прошлой осенью принималось на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность между Рустамом Минихановым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На открытии присутствовал премьер Абдулла Арипов. Сегодня на официальной встрече уже теплое приветствие показывает республики. Связывает больше, чем просто деловые отношения. Кремль рад нашей очередной встрече. В пользу случаем я хотел бы вас поздравить с священным праздником Ураза Байрама. С Узбекистаном Татарстан связывает прочные культурные связи. В стране проживают более 300 тысяч татар. В Казани обучаются более 4 тысяч студентов из Узбекистана. Год от года растут и экономические показатели. Так, по итогам прошлого года товарооборот превысил 290 миллионов долларов. Везде у нас полное понимание и возможность взаимовыдотно работать в рамках наших российско-экстанских добрых отношений. Сделан такой же, как и у нас в Казани. А это уже уникальный в своем роде центр медицинского образования, который недавно открылся в филиале КФУ. Напомним, филиал КФУ в Джизаке был открыт в октябре прошлого года и с первых дней там готовят кадры в сфере экономики, геологии, журналистики, программного инжиниринга и многих других передовых специальностей с учетом опыта казанских преподавателей. Центр уникален тем, что студенты-медики отрабатывают навыки в условиях симуляции. Как бы это было при реальной операции помогает высокотехнологичное оборудование. Можно кожу убрать, смотреть мышцы. А это даже так, да? Да, 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 это вот дополнительно. Стороны отметили, возможностей для сотрудничества Узбекистана и Татарстана еще много. Наиболее перспективные направления – энергетика, автомобили и вертолетостроение, газомоторное топливо и сельское хозяйство. Представители двух республик смогут обсудить это подробнее. Сегодня в Ташкенте стартовала промышленная выставка Иннопром. Татарстан представляет 70 компаний. Рамиль Шайдулин, Давид Абдулин, ТНВ, Узбекистан.